значит всех приветствую это 3 часть насчет насчет марафона так сначала половина видео за тестостерон потом за марафон так зачем мы не договорили реально вот смотрите если по все люди знали насчет мужчин конечно касается у нас мужской блок здесь вот ну женщины тоже должны интересоваться что чтобы у своих мужчин был высокий тестостерон и неплохо было бы если бы женщины тоже смотрели такое видео если бы они только знали как нужно выбирать настоящего альфа-самса и как нужно выращивать своих детей с детства уже нужно прививать привычки конечно мы не говорим о таблетках мы говорим о тех самых привычках потому что именно из-за неправильного образ жизни мы теряем наш тестостерон мы теряем продуктивность наших половых органов и всех остальных тоже то есть конечно мы могли бы обойтись без лекарств до допустим 30-летний мужчины вроде бы блять но не должны быть больными да не должны иметь низкий тестостерон не должны иметь проблем принципе проблем да то есть все должно решаться быстро с помощью легких медикаментов но нет ребята конечно мы можем там прибегать к витаминам там всяким простым добавкам как я уже утверждал до которого нам но нам навязывают обманывают нас но если у вас уже мужской корень начал отсыхать уже поздно он уже начал отсыхать понимаете да у есть у людей более здоровые не смотрите на них есть люди более здоровые там им чуть-чуть там допустим просто в спортзале записались они наладили питание наладили образ жизни все у них тестостерон сразу поднялся причем быстро за пару месяцев раза в два поднялся но вы не смотрите на них значит у них простота не нарушена простатита нету то есть простота нормально работает не увеличена не уменьшена все также другие яички не повреждены ничего но если у вас уже идет повреждение яичек повреждение простаты и других значимых для половой жизни органов уже необходимо применять медикаменты об этом тоже играть говорят врачи которые вот хорошую натуре но принципе все они так говорят если уже то есть у вас как бы какой-то орган неправильно работает все уже бесполезно чтобы не делали да конечно можно если ты сильно свято веришь ты каждый раз про себя кстати повторяешь там я сильный у меня самый лучший мужской корень у меня много тестостерона то это может сработать но это лишь часть работы то есть говорят всегда там типа вот допустим да вот бизнес там или же чемпионский титул да допустим да это блять работа на 90 процентов должна 99 это говорит пиздёшь блять бодибилдинге допустим блять я могу точно сказать многое зависит от здоровья во первых здоровье могу сразу сказать 50 процентов от здоровья 50 и от фармакологии не меньше 20 процентов 20 процентов фармакологии 50 здоровья и только 30 работа все примерно вот так может быть чуть-чуть другое соотношение да но лично для себя я вижу вот так зато без пиздежа это не то что там кто-то будет вам лечить там типа стероиды не нужны или кто-то наоборот там будет просто кормить там блять каждый прием пищи уколами блять таблетками именно здравый подход среднее это именно как говорят чемпионы бодибилдинга и другие славы видоспортов самый секрет в том что потреблять средние или минимальные дозировки анаболиков стероидов никогда не повышать их до максимального уровня лучше пропить курс больше но не повышать это большой секрет который просто люди не могут соблюдать то же самое с тестостероном пока блять вы молодые пока у вас его много вам похуй можете бухать чё хоть чё а в 40 лет импотенты блять просто никто не признается я теперь знаю что вокруг меня блять мужики взрослые просто половина патенты блять причем 25 процентов это прямые импотенты то есть все уже у них не стоит или или как там встает вот а 25 процентов это моральные импотенты которые уже через 10 лет станут импотентами ну или 15 похуй мне все равно импотенты за меня потому что я теперь даже буду отграждаться от таких людей блять нахуй с низким тестостероном либо он мне подчиняется либо блять я ему не буду подчиняться пошел он нахер хоть и там какой-то начальник блять теперь я блять не буду их уважать просто таких людей вот дальше мы воздержание как всегда уж говорим вот тестостерон значит исследование еще раз повторяю чтобы блять запомнили повторение мать учения вот тестостерон повышается до максимума после недели воздержания и держится нормально две недели вот если вы марафон проходите блять все воздержание нахуй воздержание возьмите блять возьмите откуда-нибудь силы блять в себе мужские достоинства свое блять честь достоинства блять чтобы просто поднять нахуй ваше здоровье мне абсолютно похуй это ваш выбор хотите высоко высокий тестостерон воздерживайтесь на две недели всего лишь месяц блять и вы повесите свой тестостерон блять два раза неужели блять сложно ты блять и вот еще сомневаешься в этом я отвечаю вот ты еще сомневаешься вот тот кто смотрит за экраном я знаю но блять ты должен найти силы и взять просто для начала там просто для начала вот познакомься с этим моим курсом а потом уже дальше препараты другие применять и другую там что угодно там хоть доктором иди пусть тебя лечат мозги твои мне похеру просто блять половина они блять навешивают шляпу а потом ты идешь блять в аптеку покупаешь хоть хуйню через пару месяцев приходишь снова к нему а ведь он заинтересован чтобы ты сука пришел к нему снова и заплатил бабки за консультацию лискую хуйню еще купил ему заебись ведь у него контакты с фармацептическими компаниями блять охуенно правда заебись бизнес прет блять у фармацептики его и у врачей тоже блять а потом им больше нахуй процентов еще оплаты дают за то что они больше наебывают больше всяких лузеров приходят к ним у которых не стоял и не будет стоять нахуй потому что блять пока вы ходите ваш корень все сильнее отсыхает чем меньше тестостерона тем тяжелее его уже восстановить если у вас совсем уже не стоит все нахуй только уколы тестостеронов там серьезные препараты поэтому блять пока вы ходите по врачам проверяйте всякую шляпу не блять недалек тот день когда он вас просто завянет нахуй и все вот как цветок нахуй рассвел блять и завял все все там все высохнет хули там сделаешь уже пересаживать надо будет новый член нахуй новые яички да то что вы будете колоть инъекции тестостерона не значит что вы сможете иметь детей допустим у вас будет стоять но не факт что у вас будут те анализы те гормоны которые нужно будет блять чтобы сделать ребенка потому что еще выделяется там женские гормоны пролоктин примеру и еще там есть разные вещества короче я в тонкости не залезал поэтому сразу признаюсь я не знаю какая какие там анализы какие вещества нужны чтобы рожать ребенка я только помню конкретно я читал на форумах что блять не факт блять у человека которого уже блять на пенсии отсох член мужской корень он сможет иметь детей при инъекциях тестостерона и при серьезных препаратов то есть нужно будет наблюдаться постоянно ходить у доктора делать анализы и уже оттачивать анализы подбирать идеальные анализы чтобы делать ребенка вот только так все через анализы вот вы спрашиваете там как применяется там чего как там блять действуют препараты ребята чтоб начать серьезное лечение не нужен врач но сука нужно нужны анализы нужно постоянно делать анализы пример рассказываю вот даже чтоб вот это марафон проверить моё пиздобольство да вообще пиздобольство вообще насчет меня блять всех по счет воздержание конкретно до типа работы то ли нет да это блять пиздюк пиздит я вообще не пиздюк мне уже 29 лет я уже не пиздюк вот вы просто берете делаете анализы как я уже сказал на тестостерон да все начинается марафон блять и все марафоните со мной блять месяц нахуй вот по этой теме не со мной а здесь но я тоже марафоню ну да принципе у меня уже идет марафон просто я не смог этот воздержаться в час две недели воздержаться не смог а вы должны и я тоже должен сейчас попробовать да я хотел бы еще больше попробовать воздерживается потому что это реально блять сила это пиздец какая сила вы поймете сука вы кайфонете как давай когда вы пройдете вот этот курс два раза воздержитесь по две недели вы блять поймете нахуй что альфа-самец внутри вас просто вы вы тот лев который в себе его блять гасите нахуй вы просто своей тупой моралью которых вы 5 но на окружении смотрит на всю эту хуйню на стресс и вот этой блять на 40 долбоёбов там блять телевизоры ебаные алкашей работяг которые нихуя не знают блять у них только одна блять там работа или какая-то хуйня другая блять они не знают дать как жить да сейчас вообще блять 60 процентов даже мужиков не знают как жить натуре вот вы пройдете от марафона и вы поймете блять что вся сила если конечно вы здоровы еще вся сила скрывается внутри вас и блять вот своей спермы вы отдаете блять свое здоровье на своей жене вы отдаете свое здоровье счастье просто пиздец она то кайфует у женщин все по-другому устроено женщинам секс дает силу секс пиздец как повышает гормоны они даже смотрите мы после секса выжатый лимон они наоборот если секс был правильный очень дерзкий с оргазмом они могут заняться спортом у них все заебись только будет дальше блять секс как допинку женщин да нахуй это пиздец у них все по-другому мы до этого не знали никто не раскрывал я вам раскрываю теперь что даже период менструации оказывается играет значение там вот так пиздец короче как я понял блять там вот делятся на две части вот у них месяц допустим инструация ездят и в одно время они сильнее другое время неси слабее короче и вот именно когда они сильнее нужны там блять максимально физические нагрузки две недели и две недели нужно блять ну слабо я прям нагрузке или средней а потом месячные прошли и снова нахуй там ебашить или как-то наоборот там так в общем там два периода блять то есть как то там блять в начале у них месячных путь оттумаю что блять вот после месячных у них слабость короче а вот после в канц к концу месячных короче у них возрастает силу вот так это особенность женщин также блять я говорю поэтому особенность наша чем мы блять дольше воздерживаемся я вам отвечаю тем больше у нас сил это пиздец вы этого не знали но я вам открываю тайну короче блять дальше снимают похуй это все короче давайте дальше держимся держитесь ребята давайте уж начинайте марафонить блять